Всем привет! Меня зовут Иван, мне 19 лет, я живу в городе Нижний Новгород. Совсем недавно я прошел тренинг Владимира Шамшурина. Это был онлайн-тренинг за 5000 рублей. И вот что я хочу сказать. Там я попытался разделить свое видео на три пункта, как бы представился в голове, сейчас буду импровизировать. В общем, во-первых, благодарность. Спасибо большое Вове. Вова, это человек, на видео, которым я наткнулся, материалами которого я замотивировался. Я решил, что я буду это делать тоже. Я пошел на этот тренинг, я думаю, когда у меня будут деньги и возможности, я пойду еще раз на этот тренинг обязательно. Ну, не на этот, а уже на индивидуальный или что-то в этом роде. Поэтому спасибо огромное Вове. Спасибо за его техники, за его шаблоны, за его информацию, потому что это реально все работает. Очень систематизированные знания. То есть, они, кто-то скажет, что да я и так все это знал, когда посмотрят тренинг там или записи или что-то. И я тоже так думал, что я действительно все, да это все ерунда, я так все знал это. Вот. Но все это дополняется заданиями, которые ты начинаешь выполнять. И вот когда ты делаешь практику, тогда становится уже сложнее гораздо. Потому что надо действовать. Теоретиками могут быть все, но надо действовать. По поводу результатов. Результаты есть, секс есть. Опять же, вся информация, которую дает Вова, она работает. И все очень здорово. В телефоне очень много номеров. Я подхожу к двум красивейшим подругам на улице. Буквально вчера я подошел к двум девчонкам обалденным. И взял номер у обеих. Это было для меня просто, да ладно, как я вообще, как я сам это смог, я это сделал. Вот. Ну, конечно, результаты еще не такие, как у каких-то гуру. Потому что я буквально тренинг прошел недавно. И сейчас я еще выполняю задания, которые Вова дает после тренинга. Вот. И... Но я думаю, с опытом это все придет. В всяком случае, к любой девушке я могу подойти. Абсолютно не важно, как она выглядит, какого она возраста, с кем она стоит или где. Я просто беру и подхожу, догоняю, подхожу и все. По поводу... По поводу моей истории. У меня очень низкая самооценка была. Очень низкая самооценка до тренинга. Почему она была? Ей... Ей бы и сейчас быть. Вот. На самом деле, она... Да, она была очень низкой. Я сейчас сижу в общежитии. У меня в кармане 20 рублей. Я бедный студент. Мне всего лишь 19 лет. Я еще выгляжу как-то. Я худой и я выгляжу молодо. Может быть, на видео это не видно, но вообще это так. И в моем холодильнике, который там стоит сзади, там абсолютно нет еды. То есть, я не знаю даже, что мне сегодня кушать. Тем не менее, я знаю, что я сейчас выйду на улицу и я абсолютно спокойно подойду к любой девушке. Абсолютно спокойно с ней пообщаюсь. Возьму у нее номер и там, возможно, мы встретимся на свидании и все будет круто. Вчера, кстати, у меня была свиданка с обалденной девчонкой. И 23 года. Я никогда бы не мог подумать, что я могу пойти на свидание с девушкой, которая старше меня, получается, на 4 года. Это было что-то с чем-то. И вот это очень повышает твою самооценку. Далее, что... Было очень сложно. Мое тело было против того... Не только мой мозг был против этого тренинга. Мое тело было против этого тренинга. Против того, чтобы выйти из зоны комфорта. У меня выросли мешки под глазами огромные. Первые 4 дня у меня поднялась температура до 38. И она никуда не уходила. Она не пропадала. Даже ночью я вставал, у меня была температура 38. Мне было очень хреново даже идти по улице. У меня болел живот, слезились глаза. Я в таком состоянии еще подходил к девушкам. Мне становилось еще хуже. Это было просто ужасно. Я выглядел, наверное, как какой-то больной, каким-то неизвестным заболеванием человек. И я подходил. Вот настолько мне было страшно. Мне было страшно даже пройти по улице. Но я попел в метро с друзьями. И очень скоро это все куда-то улетучилось. Сейчас я иду, делаю из бумажки какую-то прикольную фигурку. Сажаю ее себе на голову. Иду посередине улицы. Все на меня смотрят. И это классно. Мне это нравится. Но, ребята, поверьте, моя ситуация была хуже, чем у многих. Было очень страшно. Очень. Вот, представляете, вплоть до того, что температура не спадала на 4 дня. И сейчас, наверное, что еще надо? Советы сказать. Советы для тех. Во-первых, очень советую все-таки пройти этот тренинг. Пойти на него, заплатить деньги, не надо халявничать, не надо смотреть эти... Ну, вернее, надо смотреть эти видео Вовы. Но все-таки лучше пройти систематизированные знания какие-то. Лучше все расставить по полочкам в своей голове и пройти тренинг. Что хочется сказать по поводу советов. Тех, у кого страх подхода. Вова там вам даст свои какие-то очень интересные, очень работающие. Первое время они просто реально канали эти способы, чтобы побороть свой страх. Но вот еще, как бы, хочется поделиться своими. Я придумал себе такой выключатель в голове. Как будто он находится здесь. Это такая вот, какая-то кнопочка. Можно, да, можно сделать это как кнопочка. Очень похож на один там Вовен способ, но немножко по-другому как-то я себе его представляю. И я представляю, что я нажимаю на эту кнопочку, у меня выключается мозг и нужно идти к девушке. Все. То есть я вижу девушку, я нажимаю, мой мозг выключается полностью. Я не думаю, я тупая обезьяна. И я иду к ней. Не важно, что я скажу, не важно, какая будет ее реакция. И я просто должен к ней подойти хотя бы. Во-первых, в порах это помогает очень со страхом подхода. Потом, насчет мотивации. У Вовы есть там очень прекрасный способ, который действует таким образом. Представьте себе, что будет с вашей жизнью, если вы сейчас не будете этого делать. Что будет все херово, что будет все очень плохо. У Вовы есть такое видео на его канале. Вот, можете его посмотреть. Я придумал для себя тоже немножко альтернативный способ. Я придумал, что... Такой способ. Представьте, что будет с вашей жизнью, если вы сделаете это. Я представил себе, что если я сейчас начну выполнять задания систематические, что если я просто начну делать, не задумываясь о результатах, не задумываясь ни о чем, просто начну делать, получать удовольствие от самого процесса, то через два года, через год, может быть даже, у меня будет какой-нибудь кабриолет. Я буду ехать где-то на тропическом острове, на этом кабриолете. Рядом будет сидеть обворожительная, просто самая красивая девушка в мире. И я смогу себе позволить все что угодно. Если я это представил, представил, что если сейчас я буду это делать, в течение каждого дня подходить к девушкам, делать какой-то трэш иногда, то это все будет. Если я буду делать то, что я хочу, это все будет. И может быть, эта мотивация работает как-то по-другому, но мне, ну лично, мне помогло больше. Поэтому, ребята, я не знаю, может там по ту сторону экрана сидят какие-то уже совсем мужики, которые добились намного больше, чем я. Я-то что? Я студент, живу в общаге. Но если вы еще думаете, то думать не надо. Идите на тренинг. Если вы думаете в обратном варианте, то, блин, чуваки, я круче вас. Я добьюсь больше. Я могу себе позволить то, что я хочу. И спасибо большое Вове. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok